Сохранил видео и чуть не получил уголовное наказание. Олега Григорьева вызвали в ФСБ за политическую видеозапись с участием российских депутатов, которую он добавил себе на страницу ВКонтакте 7 лет назад. Она оказалась вне закона. Олегу сообщили, что его ждет судебное разбирательство и, возможно, штраф по статье за разжигание вражды. К счастью для парня, хранение видеоматериала на публичной странице расценили как административное нарушение. Но Олег виновным себя не считает. Я не вижу в этом ничего экстремистского. Я не хотел распространять, это очевидно, потому что на этой видеозаписи 59 просмотров. У меня в ВКонтакте сейчас более 3000 друзей. Если бы я хотел как-то распространять, то я бы добавил к себе на стену, было бы, естественно, больше просмотров и так далее. Мы не будем показывать фрагмент видеозаписи, потому что она признана запрещенной. Правда, почему-то ее очень легко найти в интернете. Кстати, это далеко не первый случай, когда в Барнауле судят за репост картинки или видео в социальных сетях. Как правило, так называемые нарушители получают штраф в 10 тысяч рублей. Они попадают под статью 20.3.1 «Разжигание вражды». Однако этот закон, как выяснилось, не понимают ни судьи, ни юристы. По их мнению, он слишком абстрактный. Мы не можем понимать, какой материал конкретно призывает к вражды, а какой у нас материал не разжигает розни. То есть никаких действий не совершает. Это все субъективно. Доказать, что вы ни в чем не виноваты, можно только после психолингвистической экспертизы. В Барнауле есть организации, которые этим занимаются. Она должна показать, что в посте, видео или фото с вашей страницы нет экстремизма или враждебности. Помимо этого, видео не должно входить в официальный реестр запрещенных. Иначе административную статью поменяют на уголовную. А вообще, говорят юристы, нужно семь раз подумать, прежде чем помещать в социальных сетях те или иные материалы. В ходе которого научители должны сами анализировать эту запись и пытаться критически к ней относиться. То есть, возможно, сами думать, разжигает она розни, либо нет. Конкретного реестра, конкретных четких запретов нет. То есть, все субъективно. Как показывает опыт, избежать наказания за разжигание вражды в соцсетях вряд ли получится. Юристы считают, что судьи в этом вопросе не объективны. Главное, в течение года после суда нужно постараться не получить повторный вызов в полицию. Если вас поймают вновь, уголовного наказания не избежать. Но Олег Григорьев надеется, что адвокат сможет доказать его невиновность.